МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Сахаровском шоссе у Авакумовского поворота автомобиль «Форд» сбил 17-летнего подростка. Мальчик переходил дорогу по пешеходной зебре. С места происшествия подросток доставлен в больницу. Признаков алкогольного опьянения у водителя «Форда», мужчины 74-го года рождения, не обнаружено. Последствия этой аварии сняли телезрители утром 22 ноября у магазина с народным названием «Шайба». Иномарка, водитель которой, по всей видимости, не справился с управлением, снесла дорожный знак, получив при этом значительные повреждения. По данным ГИБДД, в этой аварии никто не пострадал. В госавтоинспекцию также никто не обращался. Возможно, водитель был нетрезв или что иное. Тверетяне интересуются, за чей счет будет восстанавливаться дорожный знак. В предыдущем выпуске патрульной службы мы сообщали о реакции правоохранителей на сюжет одного из федеральных каналов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в Твери нанятая сиделка истязает своего обездвиженного подопечного, пережившего несколько инсультов. По решению прокурора Политарского района города Твери, уголовное дело, возбужденное по факту истязания сиделкой лежачего больного, передано для дальнейшего расследования в территориальный отдел Следственного комитета. Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой. В региональном следственном комитете по факту истязания человека возбуждено уголовное дело. С целью установления всех обстоятельств произошедшего, по поручению председателя Следственного комитета России, следственными органами Следственного управления, Следственного комитета по Тверской области, возбуждено уголовное дело и в центральный аппарат ведомства представлен доклад. В рамках предварительного расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося. Как мы уже сообщали, родственники потерпевшего обращались в правоохранительные органы, но возбуждение уголовного дела им было отказано. Сиделка уволилась и сейчас работает в соседнем регионе, в детском дошкольном учреждении.